друзья привет сергей канал домовенок сегодня собрался клеить щит а меня часто спрашивают нужно ли щит при склейке чем-то усиливать ну я сразу хочу сказать что современные клеи сейчас отлично справляются со склейкой сплачиваем щита на гладкую фугу но усиление щита никогда не будет лишним чтобы усилить склейку щита нужно просто увеличить площадь склейки это можно сделать различными способами то есть склеивать с присадкой на шканты склеивать с присадкой на вставной шип делать пазогребневые соединения сегодня я поговорю о склейке щита при помощи обгонной фрезы как ее называют зигзаг вот так она выглядит я уже ее показал в одном из видео и сегодня в частности пойдет разговор об ее настройке способов этих настроек куча и каждый по-своему хорош но я решил сегодня выбрать один из способов сам попробовать показать вам вот я взял четыре ламели которые будут щите сразу хочу сказать я их первым делом не рейсмусую потому что в дальнейшем не нужно если от рейсмусу их вылавливать вот этот каждый стык чтобы не было ступеньки все это будет потом уже склеенном состоянии прогоняться через рейсмус но делаю нижнюю базу то есть от фуговую и не совсем там идеально вот она здесь не дофуговано но чтобы она меня на плоскости лежала ровно и соответственно после фугования одной пласти в отношении ее под 90 градусом я пугую склеены склеиваемые кромки установка вот этой фрезы во фрезер либо во фрезерный стол имеет различные способы можно найти вот этот среднюю ось при которой при перевороте делянки будет образовываться обратно и у вас зигзаг то есть чтобы наша задача чтобы склеить без либо с минимальной ступенькой по базовым поверхностям то есть который находится у нас сейчас снизу то есть если мы неправильно выставим фрезу после фрезеровки у нас будет вот эти вот делянки скакать относительно базы из-за этого при рейсмус овании мы снимем больше материала соответственно уже щит будет намного тоньше запланированного а сразу после фуговки разложил ламели как они будут у меня находиться в чте можно это делать треугольником я пронумеровал да и все и вот здесь вы видите буквы и они чередуются то есть вот эта делянка будет у меня я обозначил а можно там любыми способами следующая б а б что это значит а я прогоняю в одном положении а кромки со стороной б я буду фрезеровать уже в ответном положении вот этой вот фрезы сейчас наглядно все постараюсь сказать так таким способом нужно работать во фрезерном столе устанавливаем фрезу поднимаем ее чтобы подшипник был над заготовкой он сейчас нам не нужен он здесь немножко для других целей как-нибудь я об этом расскажу упор сдвигаем чтобы у нас углубление вот этого зигзага было на уровне нашего упора проверяется это легко тоненькой линейкой я взять сейчас взял другие заготовки покороче покажу на них а потом уже для себя сделаю сам щит ну вот мы пометим что допустим это было положение а так за один сразу за раз берем наши ламели где буковка а проходим в этом положении все подряд ламели с буквой b пока откладываем сторону про фрезеровали аж на и профиль берем одну ламель и опускаем поднимаем фрезу чтобы он у нас вершина вот этого зигзага совпадала со стороной а то есть вот эта вершина и вот это должна быть на одном уровне то есть мы фрезеровали у нас вот эти вершинки получается заходили фрезеровали вот здесь самом углублении а теперь они должны быть напротив это будет установка ответная не знаю видно нет примерно вот так ну и фрезеруем ответочку до забыл сказать базой укладываем на стол но и отфугованная кромка у нас фрезе вот давайте посмотрим что получилось как видим перепада практически нет вот здесь видать угла немножко не было но это все а 3 смусуется уже после склейки вот таким образом сейчас прохожу все свои ламели вот клей высох я торцевал склейка идеальная и на торце практически и не видно друзья на этом буду заканчивать сегодня видео до новых встреч пока